Мы продолжаем эфир утром на седьмом канале, снова говорим вам доброе утро и желаем настроения пободрее. Просыпайтесь быстрее за окошком, будто бы уже и развиднелось. А поднимать сегодня наше настроение с вами будет наша гостья, замечательная, очаровательная Наталья Гарипова. Давайте же с ней знакомиться. О, господи, какие вы бодрые. Доброе утро. Стараемся, стараемся. А как добрались к нам? Все ли хорошо? Отлично добрались. Я видела Одессу, посмотрела. Она такая потрепанная, конечно, после урагана. Как Бонни Тайлер. После двух, пятьдесяти лет без ремонта. Как Бонни Тайлер на ее афише. Ну ты Одесситка, переехала в Киев. Да. Что, претензия есть какая-то или что? Почему так редко заезжаешь к нам в гости? В смысле редко? Я к тебе редко заезжаю, а так-то я частенько здесь. Частенько. Ты пришла к нам с хорошими новостями. Да. В субботу состоится твой сольный стендап, стендап твое выступление. Мой личный. Да, называется День независимости. Да, да. Это, скажем так, стендап-тур. То есть ты решила наглянуть в Одессу в том числе. Ну, я решила начать с Одессы. Начать с Одессы. Да. А потом дальше поедешь выступать. Хорошо, давай немножко расскажем нашим телезрителям, что такое вообще стендап, что он собой представляет. Ну, смотря для какой целевой аудитории, нужно объяснить, да? Вот если объяснить, как для моей мамы, да, то... Да. Ну, значит, это типа смеха панорамы. Только не смеха панорамы, да? Только смешно. Только смешно. Ну, это такой жанр, который начинался еще с Америки, где... Это разговорный жанр, в котором человек рассказывает о том, что как бы у него... Что происходит. ...наболело, да. Вот выкладывает все, что есть просто сквозь призму стендапа. Угу. А не пахнет у вас дискриминацией? Все-таки мужчины чаще всего стартуют в чем-то новом, а женщины туда входят так со скрипом. Но, тем не менее, ты одна из лидеров же женщин украинского стендапа. Как ты себя там чувствуешь? Я все равно со скрипом, знаете, мне 32, я как бы все равно со скрипом. То есть вхожу. Вот. Я чувствую себя нормально, потому что, как бы, я считаю, что странно разделять все-таки мужское и женское. Хоть и, ну, до сих пор многие это делят. Вот. Как бы одежду, да, можно как бы разделять. Все остальное, в принципе, как бы странно. Вот. Поэтому, то есть мне нормально. Мне нормально. Я всю жизнь дружу с мужчинами. Я играла в КВН всю жизнь. И мне с мужчинами хорошо. Ты решила связать с юмором, наверное, всю свою жизнь, да? Начинала ты с команды КВН, кто остался после цирка. Да, да, да. Долгое время там выступала. Потом решила продолжить свою сольную карьеру уже выступлениями в жанре стендап. Да? Ну да, так вышло, да. Так вышло. Оно же само, оно же как бы выкидывает тебя на берег. Почему вот пришла в стендап? Почему не, там, я не знаю, не продолжилась снимать как-то... Не в магазин. Не в магазин, да. Не в концертном, не в стендап. Ну не знаю, оно само на самом деле. Я не собиралась. То есть я хотела быть, наоборот, за кадром. Мне хотелось уже режиссировать, там, писать. Вот. И как-то так вышло, что меня просто заставили пацаны вот что-то написать. Мои из стендапа, вот из клуба, из киевского. И я как бы, когда вышла первый раз на сцену, я поняла, что я больше не могу не выходить. Без зрителя, да? То есть, да. Мне нужно рассказывать все, что вот накопилось у меня. Я, насколько знаю, стендаперу очень тяжело, особенно первому, кто выступает на сцене, очень тяжело, скажем так, раскочегарить зрителя, да, слушателя. Потому что, ну, скажем так, слушатель не разогретый. Вот насколько тяжело тебе выступать, тем более с сольным своим таким туром? Ну, во-первых, у меня в каждом городе будет ведущий. Это какой-то мой точно друг, который в этом городе уже знаменит. И когда он выходит, уже все начинают сразу чувствовать себя разогретыми. В основном это очень красивые мужчины. Поэтому я перестраховалась. Таня уже там. На каждую целевую аудиторию у меня есть какой-то плюс. Давай немного подробнее расскажем, где будет проходить твой стендап, во сколько, ну, собственно, и когда. И во сколько. И во сколько. И когда. Значит, он будет проходить в эту пятницу, 21 числа, в ДСК Порт. Это дом современной культуры. Да. Вот, это возле пересипи где-то, где-то возле пересипи. Где-то между центром и пересипи, да? Да, где-то так. В семь часов начала можно прийти и разогреться как раз, как бы, да, чуть-чуть, немножечко. Навернуть, как бы, да. Не к утру будет сказано. Так, хорошо. Чтобы как бы воспринимать уже то, что будет происходить дальше, как должное, как больше принятие, вот, ссылка, более, мне кажется, происходит, нет? Ну, не утреннее тема, точно, но планы на пятницу мы уже начинаем строить. Почему твой стендап называется День независимости? К чему он приурочен? Эээ... Какой теме? Ээээ... Ну, как бы, так как я считаю себя сильной независимой женщиной, да, вот, как бы, поэтому это мой День независимой. То есть твой юмор будет посвящен больше, наверное, женской тематике, да, это проблемам женщины, сильной женщины. Ну, это не то, что, это бы размышления, ну, больше, это больше размышления на тему, типа, мужчины, как одеваются мужчины, да, как раздеваются, я не знаю, но. Много, много тем, женщины, мужчины, смысл бытия, вот, каждый найдет, почерпнет что-то, то, что ему будет интересным. Здорово, ну, давай, наверное, еще... Здорово, не придешь, да? Я... Здорово, хорошо, окей, вычеркнули, значит, это на пятницу. Ничего, зато девочки сейчас все вписали, поэтому тут главное своя целевая аудитория. Запоговорим о твоем творчестве, то есть ты работаешь в основном в Киеве, да, насколько я понимаю, выступаешь там с местными стендаперами, гастролируешь по стране, вот, вот, скажи, чем еще занимаешься? Так, чем я сейчас занимаюсь? Ну, в основном сейчас, на данный момент, я работаю, конечно, над, вот, стендап-туром, то есть сейчас, на данный момент, я больше ничем не занимаюсь, но, в принципе, я, как бы, сценарист, вот, я пишу сериалы, я пишу ситкомы, я пишу... Вот откуда еще какой-то талант. Это клево. Откуда? Вот откуда? Откуда? Как ты понял, что? Скажи, выступала два раза на «Рассмеши комик» и два раза победила там. Да, да, да. Можно сказать, забрала всю сумму, я не знаю, там, наверное, это весь бюджет на сколько? Ну, как бы, я надеюсь, что нет, да? На полгода, да? Ну, они подразорились, по крайней мере. Да, подразорились немного. Вообще, поступали какие-то предложения от 95-го квартала, возможно, от каких-то совместных проектов? Нет, ну, ничего не поступало, никаких предложений. Скажи, как вот некоторые выступают, да, вот «Рассмеши комика» и становятся звездами, там потом как-то раскручиваются, кто-то снимается в каких-то телепередачах, кто-то там попадает на какие-то шоу. А бывают такие вот моменты, когда вот человек вроде зажег, выиграл сумму и вроде все, ну, как бы, ну, окей. Да, ну, на самом деле, это же путь каждого человека, то есть то, чего ты хочешь, то у тебя будет. То есть мне, я не ждала никаких предложений, вообще, в принципе, глупо ждать от кого-то чего-то. То есть если ты чего-то хочешь, ты идешь, это сам берешь. И говоришь, да? Все. Прямо у тебя акция. Ну, то есть, ну, не говоришь, а берешь. Ну, то есть, если ты хочешь стать, там, например, знаменитым, значит, ты идешь, занимаешься ораторским мастерством, идешь на актерские курсы, ты занимаешься, там, промоушен, находишь людей, которые тебе помогают. Ты начинаешь, тебе это интересно, ты в это вникаешь, ты дальше развиваешься. То есть сидеть и ждать, походить по шоу или там, как очень часто люди приходят в массовку сниматься, они сидят в массовке и хлопают громче всех и думают, что вот-вот сейчас Зеленский посмотрит, боже, какая шикарная женщина. Как она хлопает. В лайкровой кофте. Я хочу их себе в шоу. Ну, так не бывает. То есть никто не придет, ничего не надо. Нужно работать. Да. А знакомые не занимают? У нас есть, там, кем работаешь? Телеведущим, а ну расскажи что-нибудь. А тебе не говорят, а кем-то юморист, а ну пошути. Да, ну, как бы, постоянно говорят там. Но, чаще всего, это уже новая, новая, как бы, эра, люди говорят, ты стендапер, о, слушай шутку, значит. И они уже, они, они считают, что, как бы, они все стендаперы, то есть, как бы, анимотики. Скажем так, на ком ты проверяешь свои шутки? Есть же цели какая-то вот аудитория у тебя, да, на которой ты тестишь свой юмор? Такое кладбище домашних животных. Да, кладбище домашних животных. Потому что, вот, например, у меня мой товарищ, который тоже, вроде, пытается выступать в стендап манере. Пытает тебя. Пытается, да, он меня пытает, потому что он каждый раз спрашивает, ну как юмор, звонит мне там, допустим, ночью. Ну как тебе шуточка, нравится? Вот, я говорю, ну так себе сойдет. Ну бывает, знаешь, находит на человека. Пьющий. Муза, муза, да, она же нашла. Вот, ты, как бы, как свои шутки проверяешь? На зале сразу вот выходишь, читаешь, потом смотришь, что зашло, что не зашло, или как? У меня есть лучший друг, которому я рассказываю шутки, и он никогда не смеется. Вот, я все время думаю, что друг ли он мне, да? В принципе, зачем он мне? Пора завязать уже с этой душкой, да? Вот, но, как бы, вообще, в принципе, есть открытые микрофоны в каждом городе почти. И в Одессе есть такие открытые микрофоны, куда можно прийти и прочитать свой стендап. То есть, ты написал, что бы ты ни написал, тебя никто там не остановит, тебя никто не скажет, Пшавон, ты бездарь! То есть, ты приходишь, ты просто рассказываешь то, что у тебя есть. Вот, и это и в Киеве, и в Харькове, в Днепропетровске, и в Одессе есть такие открытые микрофоны, вот я тоже туда хожу и там проверяю материал. То есть, иногда бывает, что, как бы, материал ты не успеваешь проверять, проверяешь уже его на концерте. Ну, плюс ко всему, у нас же есть какой-то комьюнити, стендап-комьюнити в Одессе тоже такое стендап-комьюнити есть, где ты можешь всегда прийти, рассказать свой материал, и тебе помогут, посоветуют что-то, потому что со стороны все равно, как бы, чуть-чуть виднее. В любом случае, мы все в предвкушении клевого концерта, как ни крути. Есть уже такой стереотип, что у тебя, по крайней мере, всегда весело, всегда удачно. Ну, и так или иначе, это актуально как и для женщин, так и для мужчин. Тем более, правильная компания, немного допинга, и вечер удался. Давай тогда еще раз пригласим всех и каждого на предстоящий концерт, потому что время заканчивается. Приходите, куда мне смотреть, может быть? Вот там, где лампочка горит, куда я смотреть. А последняя лампочка горит на Семьем канале. Я приглашаю всех на концерт, это будет седьмого числа. Седьмого числа, да? Седьмого числа? Нет, этого не будет седьмого числа. Я перенесла. Это будет 21-го. 21-го число, это будет в 7 часов вечера. Это будет клуб «Порт». Приходите, будет сильно и независимо. Прекрасно. Спасибо огромное. Спасибо большое, что к нам пришла в гости. Приходи почаще. Но я напомню нашим телезрителям, у нас сегодня в гостях была Наталья Гарипова, стендап-комик, юморист, ну и просто замечательная девушка. Мы прямо сейчас с вами посмотрим рекламную паузу, после которой... Нет, нет, нет. Я думаю, что не реклама точно, а одна из наших рубрик, потому что все немного перемешалось сегодня утре. Давайте прямо сейчас архитектуры мира, после чего продолжим еще огромным количеством интересных новостей. Впереди утро на седьмом.